Нет, я... Или признавать суверенитет в республике. А я... Я... Говорите прямо. Возможно, на том самом легендарном совбезе 21 февраля глава СВР Нарышкин не просто потерял дар речи от внимания Путина, а действительно знал наперед планы президента по ДНР и ЛНР. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Тогда Кремль еще пытался сыграть в мнимую защиту населения Донецка и Луганска, а не в оккупацию Украины. ЛДНР были признаны независимыми республиками. Впрочем, вскоре все равно началось и военное нападение на Украину. Военнослужащие России завершают ту борьбу, которую наши деды, отцы, прадеды вели против нацизма. Это замглавы администрации президента Кириенко. Он приезжал в разрушенные российскими войсками Мариуполь накануне 9 мая, чтобы запустить там организацию референдумов по вхождению захваченных земель в состав РФ. Но что-то пошло не так. Следовало оккупировать побольше территорий, чтобы потом через референдумы произвести их поглощение, аннексию. Правда, космические амбиции Кремля уперлись в космические проблемы армии Шойгу, которая летом забуксовала. Единственным условным достижением стало отвоевание границ Луганской области. Но ведь Донецкая область до сих пор на треть находится под властью Киева, а захват Донбасса входил в кремлевский план-минимум. Уже факт очевидный, что Россия здесь навсегда. Россия отсюда никогда не уйдет, и вся необходимая помощь будет оказана. Россия здесь навсегда. А так, босс Единой России Андрей Турчак 5 июля рассказывал о том, что Россия больше отсюда никуда не уйдет. Дело было в городе Купенск. Спустя два месяца украинцы освободили Купенск и почти всю Харьковскую область. Тут-то и стало понятно, что с референдума надо торопиться. Иначе можно упустить еще больше земель, где совсем недавно говорили «Россия здесь навсегда». Путину не терпится. Так 9 сентября источники Медузы описывали настроение в Кремле по поводу референдумов. Правда, тогда говорилось, что днем так называемого голосования может стать День народного единства, 4 ноября. Но процесс, вероятно, ускорили приготовление украинцев к новому наступлению. Так, по прогнозам Института изучения войны, Киев с большой вероятностью должен был бы отвоевать в ближайшее время Запад Херсонской области на берегу Днепра. Правда, помимо банального поглощения территорий, у Кремля могут быть еще два мотива для срочного проведения референдумов. А когда Донецк и Луган с территории России читаем военную доктрину «Право России применение ядерного оружия» Есть такое? В случае угрозы территориальной целостности или угрозы государству, а это Россия, зачем нам бомбить Украину или Германию? Британия есть. О, корень зла. Во-первых, если ДНР, ЛНР и Херсонщина будут признаны Москвой частью России, то по военной доктрине государства за нападение на них можно будет ответить ядерным оружием. И теоретически это как будто может остановить Киев от освобождения своих территорий. В телевизоре сейчас это главный аргумент, разгоняющий панику вокруг референдумов. Если сапог вражеского солдата наступает на территорию страны и государства, это другое дело. Это вторжение. И тогда включается доктрина военная, которая даже в каких-то случаях определяет применение различных видов, тем более серьезных видов различных оружий. Еще одна причина – предлог для всеобщей мобилизации. Так как то же контрнаступление Украины можно будет интерпретировать как посягательство на территорию РФ и принимать соответствующие меры. И как раз сегодня Госдума в турбо-режиме приняла пачку поправок в законы об армии, в том числе и о мобилизации. Думая об этом, где-то потирает ручки бывший начальник армии ДНР Стрелков. Цитата Стрелкова. «Можно не сомневаться, в спешном порядке создаются юридические основания для проведения частичной мобилизации». Теперь поговорим о том, как будут проведены так называемые референдумы. Похоже, никто даже не собирается играть в изображении легитимности. На их подготовку и проведение уйдет всего несколько дней, меньше недели. Торжество демократии. Дорогие товарищи, в данной ситуации легитимно будет все то, что мы сами будем считать легитимным. Нравится это кому-то или нет. Цитата. «Важно будет провести какое-то голосование и отчитаться о результате». Перемену планов собеседники «Медузы» связывают с лоббистскими усилиями так называемой «партии войны» — группы высокопоставленных российских чиновников и силовиков, которые выступают за дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной, в том числе и за мобилизацию в России. В этой группе якобы находятся бывший президент Медведев, генсек единороссов Турчак и Росгвардея из Золотов. Правда, до сих пор не очень ясно, как будет проведено даже фиктивное голосование. Впрочем, самый действующий инструмент уже назван. Электронное голосование. Черный ящик, который вообще никто не может контролировать. Организаторы сами назовут любые цифры, даже не перебирая бумажки для винда. В ДНР заявили, что для проведения референдумов о присоединении к России все готово. Его планируется проводить в том числе посредством электронного голосования. Об этом сообщил глава Общественной палаты ДНР Александр Коффман. Кроме того, после успешного контрнаступления Украины в Харьковщине, по сообщениям СМИ, из оккупированных районов убежало большинство политтехнологов, которые должны были готовить референдумы. Как уточнял собеседник той же самой «Медузы», даже не просто сбежали, а с*****. Кроме того, оффлайновому голосованию может серьезно помешать партизанское движение. Так, 16 сентября в Бердянске были убиты заместитель мэра и глава избиркома. Людмила Бойко возглавляла комиссию территориальной избирательной комиссии по проведению референдума. А 8 сентября Мелитопольский штаб общественного движения «Мы вместе с Россией», который занимался подготовкой к референдуму, сообщил о взрыве штаба. Кроме того, еще одна опасность для украинцев – само по себе участие в так называемых референдумах. За это им грозит наказание по Украинскому уголовному кодексу. А как мы видели, куча билбордов «Россия здесь навсегда» не могут гарантировать того, что на захваченные земли не вернется власть Киева. Продолжение следует...